И продолжая тему городских инициатив, вот уже 5 лет в столице проходит конкурс Social Weekend социальных проектов. В этом сезоне подано 193 заявки от производства экотоваров до разработки туристических маршрутов для пожилых людей. О важности многих проектов мы поговорим с руководителем конкурса Александром Скробовским. Александр, добрый день. Я знаю, что сейчас конкурс социальных проектов находится на этапе народного голосования, которое продлится сегодня до 9 вечера. Расскажите, сколько проектов в итоге будет выбрано? Ключом народного голосования будет выбрано 20 заявок. То есть, кто наберет большее количество голосов, тот, соответственно, и пройдет в четвертьфинал и в двухмесячный трек обучения. Еще до 20 проектов выберет экспертное жюри. Часть из этих проектов, которые по экспертному жюри, уже выбрана в результате хакатона, который проходил в сентябре. За время существования проекта Social Weekend сколько всего было подано заявок и как изменился формат конкурса? Мы существуем 5 лет, и за 5 лет приближаемся к планке уже 3000 заявок. То есть, вот завершим этот конкурс, и это будет примерно 2700 заявок. 5 лет назад, когда конкурс начинался, он задумался для того, чтобы у человека обычный человек, который сидит на кухне, пьет чай, и у него есть замечательная идея, которую он видит, когда идет на работу или откуда-то, да, как улучшить хоть чуть-чуть что-то вокруг, чтобы ему было куда обратиться. Много заявок околокультурных, связанных с культурой, историей и страны, и в целом. И много инклюзивных заявок. Как пример, регби для людей, инвалидов-колясочников. То есть, это экстремальный вид спорта. Он опасен, в общем-то, всегда. Но это не должно ассоциироваться с тем, что люди-колясочники не могут этим заниматься. И вот это, как бы, чистая вода инклюзив. Принять участие в проекте может каждый, какими вы руководствуетесь критериями отбора? Любой гражданин, это любая организация, в том числе коммерческая организация. Она заполняет очень простую заявку, в которой, по большому счету, рассказывает, какую проблематику они собираются решать, какие первые шаги собираются предпринимать, и каких ресурсов не хватает. Это, в общем-то, вся суть заявки. Расскажите о самых успешно реализованных проектах в Минске. Один из первых – это был поисковоспасательный отряд «Ангел». И, собственно, это огромное волонтерское движение, которое спасло огромное количество жизней, помогая тем структурам, которыми занимаются профессионалы. Проект «Ди-Ди», проект, который занимается удаленной диагностикой глазных заболеваний. Изначально идея была о том, что, имея мобильный телефон и небольшую насадку, которая сейчас стоит 5-10 долларов, я могу, приставив глазу, сделать первичный скрининг глаза и, в общем-то, по нему определить не только заболевания глаз, но и в целом любые другие заболевания, которые проявляют себя на глазном дне. Любой проект нуждается в поддержке, в том числе и финансовая. Как это происходит? Отобрав четверть финалистов, мы отправляем их в двухмесячный трек обучения. Их обучают не профессиональные тренера, их обучают люди, которые непосредственно в своей ежедневной работе этим занимаются. Если мы говорим о маркетинге, это будут ведущие компании, которые представлены в Беларуси, главы маркетинговых отделов. Если мы говорим о проектном менеджменте, значит, это будут люди, которые имеют очень большой бэкграунд реализации, это и применение своих очень умных, очень сложных знаний простым языком для той аудитории, с которой работают. Александр, спасибо вам за беседу. Желаю вам успехов.